Сейчас я ездила в Магнит, возвращаюсь с Магнита, купила конфетки как раз от наших зрителей, деткам, и хотела попутно купить еще провод. Дело в том, что я вам вчера рассказывала, что мне Саша камеру переделал под другой провод, убрал вот этот встроенный провод USB из нее, и сделал мини-USB выход. И, соответственно, чтобы скидывать данные, теперь, ну, видео, и чтобы заряжать камеру, мне нужен провод мини-USB, которого у меня нет. У меня есть один, но он уже все, на ладан дышит, тоже не работает. В общем, там в Магните у нас стоит такой аппаратик, знаете, денежки закидываешь, и оттуда тебе аппаратик выдает всякие провода, зарядные, наушники и прочее. Подхожу к этому аппаратику, а он скорее пуст, чем полон. Короче, нет ни одного кабеля зарядки на айфон выше пятерки. Четыре кабеля на четверку, силиконовые кейсы для наушников, наушники и дешевые павербанки. Проводов вообще никаких нету. Подхожу, стоит женщина. Не могу, говорит, найти на айфон. Я говорю, у вас какой айфон? Говорит, шестерка. Я говорю, так а тут только на четверку. Я говорю, мини-USB хочу, кабель тоже нету. Она говорит, капец. Я говорю, в фикс-прайсе есть. Дурацкие, говорю, правда, но зарядить можно. Она говорит, да мы вроде, говорит, пробовали, он у нас ничего не заряжает. Салоны сотовой связи закрыты. В этих автоматах тоже все позаканчивалось. Потому что, я так понимаю, предприниматели, которые должны заполнять эти аппараты новыми предметами, во-первых, они не могут выехать на закупку этих самых новых предметов, а во-вторых, они не могут выезжать и заполнять свои аппараты, потому что им не дают пропуск. Они же не предметы первой необходимости. Но, опять же, девушка говорит, у нас, говорит, с понедельника начинается дистантное обучение, везучее, у нас уже началось, у них только начинается. И у меня, говорит, телефон не заряжается, а интернет только на телефоне. Что делать, говорит, не знаю. Ребенок, говорит, пока что отобрал папин телефон. И на папином. Папа, говорит, возмущается, а я, говорит, свой зарядить не могу. Ну все, я от бабушки еду домой, и сегодня прямо день сюрпризов. Прям сюрприз за сюрпризом. Отвезла бабушке ее тряпочку, и бабушка мне подарила вот такую вот новенькую тряпочку для кухни. И, кстати, очень даже кстати, потому что сегодня я очередные две тряпочки уже совсем изодранные, как бы там уже нечем вытирать, пришлось их выкинуть. Я сейчас же новые тряпочки не покупаю, в связи с положением неудачным. А как только все закончится, как только мы сможем зарабатывать, пойду, куплю, наверное, снова вот этой белой полотенечной ткани и нарежу себе тряпочек недорогих. Потому что все, у меня уже вот две я сегодня выкинула. У меня раньше их было много, наверное, штук 20 или 30. А сейчас осталось, наверное, штуки 3, не больше, и уже дырявенькие. А без тряпочек в большой семье, где постоянно готовят и кушают, нереально. Поэтому, ну вот и, кстати, для тех, у кого тоже финансы пока не сильно позволяют выпендриваться, вы тоже можете так. Простая белая полотенечная ткань в магазине. Я ее покупала, изначально покупала для того, чтобы подстилать всяким там перепелятам, чтобы они в сетку не проваливались цыплятам. Отлично идет на тряпочке, отлично все вытирают. Ну, естественно, пока они не износятся. Когда изнашиваются, они, конечно, уже не очень становятся. То есть менять их надо, как только изнашиваются. Но получается недорого по сравнению с обычными там микрофибровыми тряпочками из магазина. Еще, пока я была у бабушки, она мне рассказала, что нам с ней пришла посылка от моей сестры, от Наташи. И она уже лежит на почте, ее нужно как-то оттуда заполучить. Сейчас буду пытаться через приложение смотреть, можно ли получить посылку на дом с доставкой. Либо придется ждать, пока снимут карантин. А у нас сегодня на обед борщ и орущие котята. О, Лиза на руках, это капец какой-то. А, я чокнусь, Маруся, где ты? Вернись. Приятного аппетита тем, кто сейчас кушает, может быть, возможно, вместе со мной. Вам тоже приятного аппетита. Давайте обедать. Подзарядила камерку немножко, пора вам еще чего-нибудь показать. Сейчас покажу, чем сейчас заняты дети и Саша. Пока я монтирую видео, как обычно, по полдня. Катя играет с Мишей. Играют в морковки. Да, мы смотрим. Можно, можно. Ты достал? А куда ее надо поставить? Какая там цифра? Нет, да. Не надо. Не надо? Достаю на фишки. Вот, где троечка? Давай, ставь, где троечка? Ух ты, Миша знает, где троечка. Давай дальше доставать те, которые вылетели. Еще морковку доставай. Какие вылетели? Смотри, вот это вылетели, видишь, она болтается. А нас три, видишь, нелегко, видишь, вот это отходишь, вот так, не говорится. А это, смотри. Получилось, можно, молодец. Вот именно опасные берешь, да? Вот надо опасные. Вот сейчас выстрелит, и вы потом не найдете эти морковки, вы бы на ту кровать посты. Уже две достал? Давай ищи, где циферки. Тройка. Тройка. А ту маленькую куда будем ставить? На. На единичку. Он что, знает или там написано? Я ему объяснила. А, маленький. Он так делает, а я говорю, нет, в другую следу делает, нет. И только там ставят. И вот запоминай. Он запомнил, да? Ой. Ты, Миша, вообще. Ты какой рисковый парень, да? Давай, куда? Единичка. Правильно. Скажи один. Один. На меня смотри, Мишенька. Смотри. Смотри. Миша. Один. Молодец. Или можно сказать раз. Ой, как солнце отсвечивает. Так, Миш, ты что, страшно, что ли? Балуется, смотри, балуется. Давай, ты вставай. Он самую рисковую наберет. Самую рисковую. Ааа. Все получилось. Давай. А чтобы показать вам, что делают Саша и Лиза, мне пришлось одеться и выйти на улицу. Пойдемте вместе со мной, поподсматриваем. Кстати, на улице начало пригрывать солнышко и потеплело, я вам скажу. Во всяком случае, мне теперь не прохладно. А уже более-менее тепло. А вот и Саша с Лизой. Лизка, что делаете, рассказывай. Стоп, вы взбиваем злее ногами. Вы с бетончиком заливаете. О, как раз закончился, да? Ну и что? По чуть-чуть туда и засыпаешь землей, да? А? А потом все будут думать и гадать, зачем. Знаете, помнишь, мы с тобой тоже бетонные там во дворе убирали-то? Сваи-то были забитые. Ну что, ровно с ним? Ты меня спрашиваешь? Да. Да, вроде. Только он, по-моему, направо туда завален. Мама, я посчитала, что... Вот сейчас, по-моему, ровно. Штук 168. Ты что, их все считала, что стояла? На все. На все? Только 9. А-а. Слушай, Маргарита вырвалась вперед. Она больше 1000 баллов набрала. Рома старается тебя догнать. Ой, ему чуть-чуть осталось. Поэтому нам надо вечером сесть обязательно позаниматься побольше. Ладно? Угу. Хорошо? Мы за третье место боремся. Слышишь? Пока. Между прочим, за счет того, что мы вот, получается, 5 человек пытаются много-много заниматься, класс по школе вышел на второе место. Представляешь? Резунчик опять кормит 50. Мы нашли к ним подход. Мы их накрываем полотенцем, и они хорошо спят после еды, да? Ага. Все, ты можешь быть кошачьей мамой. Да. Дай посмотрю на мордочку. Ты мой холестик. Куколка. Так, корми. Это девочка, мам. А, это куколка? Да, это немножко. Мы им немножечко имена дали, чтобы нам было не так грустно по ночам просыпаться, да? А я, тем временем, уже успела поставить тесто и уже даже его обмяло и положила подниматься на противень. Хочу сделать свежий хлебушек. Ой, Катя мне уже тряпочку новую запачкала, понимаешь? Можно, говорит, я противень протру насухо. Он был грязный. А так как я делаю новый хлеб, то старый хлеб, который уже невкусно так просто есть, мы сейчас с вами превратим в гренки и в сухарики. Хлеб, потому что много. Кто любит гренки, ставь лайк. Мне лизунька помогает. Я, короче, нарезала почти весь хлеб и порезала палец. Лиза сказала, что мы с ней родственники. Потому что я умудряюсь посадить за нос с заточенными. Давай, аккуратно, не отвлекайся. Я когда отвлеклась, подговаривала с Катей, вот тогда ты как раз это. Я тоже в близнем возрасте. Вот там весь хлеб на гренки пойдет, а вот этот весь на сухари. Тряпочку убираем. Так, яиц. Аж много-много собираюсь взбивать. Просто взобью солью и вымочу хлебушка. В двух тарелочках делаю, чтобы, может, было одновременно два кусочка вымачивать. Может быть, даже четыре одновременно. Так, Катюнчик мне дала венчик, пора взбивать. Капец, лучше взбивать. Одну взбила, на вторую силу не хватает. Решила, что я пойду-ка отнесу шкалубки куру, сполосну подложки и заодно посмотрим, что Саша делает. Как же сегодня холодно. Как же это меня не радует. Вот вышла сейчас без кофты, и все, мне прохладно, прямо ощутимо прохладно. Солнышко уже совсем скрылось. Иду до курочек. Там где-то Саша явно костер сжет. Сейчас посмотрим, что он там делает. О, Саша тут уборкой занимается. Ты уборкой занимаешься? Топором размахивает направо-налево. Что ты делаешь? Что такое? Ой, это ты тот старый диван уничтожаешь? Да. А шляпу что одел? Типа ковбой? Ну да, так лучше выглядит. Думаешь? Странно немножко смотришься. О, у костерка хоть погреться. Где ты солнце-то увидел сегодня хорошее, холодно, до жути. А ты из дома-то выйдешь. Я вышла, уже не один раз мне холодно. Саша говорит, ты вышла, погуляла и ушла домой. Я говорю, если я буду все время гулять по саду, то кто будет хлеб печь интересный и гренки жарить? Пошла обратно, правда холодно. Не очень хочется мне по такой погоде особо гулять. Но вот когда будет тепло, можно будет сорнячки дергать, полоть, рыхлить, удобрять. Попросила Катю, когда она закончит делать кофе, поставить на место противень, Катя, конечно же, забыла. А на противне, между тем, поднимается наш новый хлебушка. Давайте подглянем, малеха. Смотрите, какой уже большой. Он сейчас поднимется, и я его запихну печься. Не будем его передерживать. Мне кажется, так будет лучше. Смотрите, как решила сделать. Решила порезать на маленькие кусочки хлебные, и замочить хорошенько в яйцах, чтобы прямо хорошо пропитался хлеб яйцами, и потом жарить. Пока что у меня все равно плита занята. Видите, как поднимается уже, классно. Моя большая булка. Знаете, что я подумала? Может быть, мне в качестве форм для хлеба поиспользовать формы, которые были для торта сделаны Сашей, ну, одноразовые, которые в итоге не одноразовыми, ну, которые из фольги, помните? Как думаете, получится делать высокую булочку так? Потому что в формах для хлеба, что-то мне не понравился хлеб. Он в этой духовке там высыхает. Вот. Пережаривается. И хранится потом мало. В общем, пытаюсь придумать. А вот такой, как бы, как лепешечный хлеб, сильно прямо плоский, мне не нравится. Я хочу, чтобы он поднялся немножечко. Был такой, чтобы объемный. Вот соображаю, как лучше его готовить. Напишите свои мысли. А вдруг? Вдруг, правда, в таких формах, как вот у меня вот этих тортик я формировала, может быть, в таких формах получится делать. Надо попробовать, правда же? Мишкин, Миш, классно, когда у тебя есть старшая сестра, которая не закрывает бардак в шкафу. Я его сейчас сниму. Вот ты бы лучше его убрала и заодно кровать поправила. Закрой хотя бы шкаф, пока играете. Миша, во что вы играете? В мышек? Да. Расскажи мне, скажи, мышь. Мяу-няу-няу. Это кыса. Да. Скажи, кыса. А кыса кого ловит? Мышек. А мыши как говорят? Пи-пи-пи. Молодец. А мышки что хотят украсть? Сыр. Сыр. Миша, а какая твоя мышка? У тебя кот сыр ест? Он голодный? Нет. Может, ему мясо дать? Сыр. Мышку ест? А он мышку ест. Спасай быстрее мышку. Миша, а какая мышка твоя? Или вы просто играете? Нет. Играете? Мяу-няу-няу. Ну что, вот такая вот гора у меня греночек получилась небольших по размеру. И оставшиеся яйца я решила прорывать в яичный блин. Я так понимаю, это типа яичного омлета у меня что-то получается. Поджаристого с одной стороны. Сейчас надо как-то это перевернуть. Прям красотища получилась. Мне прям самой нравится. Все будут с хлебом, а я буду только яйца. Потому что хлеб по вечерам мне есть вредно. Особенно белый, особенно домашний. Много. А эта штука, кстати, получилась очень-очень вкусная. Вы, наверное, об этом и так уже знали. Но если вдруг кто-то не знал, попробуйте. Просто яйцо взбитое с солью. Тоненько, как блинчик, налитое. И пока я тут все это готовлю, мой хлеб, похоже, получается все идеальным, как мне и надо было. И никакие формы дополнительные не нужны. Да, Саша? А, Саша мне громит. Мои растюхи. Сейчас я поправлю, иди. Ты все принес? Да. Они холодненькие уже. Смотрите, у меня эти тыковки большие, которые, помните, большую? Я замораживала остатки. И семена с нее взяла. Вот, одна всходит, и вторая уже всходит. И даже вот третья всходит. Три штуки уже всходят. Класс. Хотя земля не самая лучшая. Это просто лесная земля. Лизуня кормит котяток. Ну, в общем, все готово. Такие два омлетика. Куча гренок. И надо делать чаек. Кто чаек возьмет на себя? Я могу. Ну, давай. Бери. Какого-то хуже? Мишка берет гренки и идет в комнату к Лизе. Не к себе за стол, а в комнату. Думаю, зачем? Три взял, уронил. Три взял, уронил. Захожу, говорю, Лиза, включи уже ты ему мультик, чтобы он не скакал. Что вы думаете? Лиза достает телефон откуда? Из-под подушки. Из-под подушки. Лиза, ай-яй-яй. Непослушная девочка. Субтитрыel. Субтитры сделал DimaTorzok